приветствую любители москвы вы смотрите передачу реновация и новостройки москвы это ярославская улица и я вот до этого была улица кибальтича ну а я иду в сторону маломосковской улицы и сегодня я вам покажу две реновационные стройки ну то есть собственно все их и есть всего только две которые происходят в алексеевском районе и находятся они неподалеку друг от друга ну и вот одна из них как раз находится вот здесь на углу ярославской улицы в ее начале вот здесь она начинается как раз от маломосковской улицы так вот на углу ярославской и маломосковской Вот вы видите знаменитый реновационный забор, вот еще сохранившиеся пятиэтажки. И вот здесь стояли два точно таких же пятиэтажных дома, каких я только что показал. То есть два кирпичных пятиэтажных дома. Вот они здесь стояли буквально на углу Ярославской Маломосковской улицы. Один дом стоял, собственно, в начале Ярославской улицы под номером 2, а второй стоял в середине Маломосковской улицы под номером 15А. Вот эти два дома снесли. Естественно, я их показывал в своих передачах. Ну и, собственно говоря, показал незадолго до сноса еще раз эти два дома. И вот эти дома в прошлом году, в 2023, если быть точнее, то осенью 2023 года, и снесли. И вот вскоре, после полного сноса и освобождения от мусора всей вот этой территории, здесь оградили здоровенную вот такую площадку, где будет построен большой, огромный такой дом на 450 квартир, многосекционный. Одна секция вот здесь будет находиться 14, 18 этажей, там чуть под... Здесь вот тоже по центру будет 14 этажей, а на углу, непосредственно на углу улицы, вот этой вот, да, вот этой Маломосковской и Ярославской, будет 22-этажная секция. Так, здесь будет 22 этажа, 18 и 14 этажей. Вот такой будет дом. Ну, как бы на углу, да, вот такой, как бы акцент будет 22-этажный. Ну, и дом на 450 квартир, но подземный паркинг будет всего на 135 мест. То есть, грубо говоря, меньше, чем треть жителей будет охвачено этим подземным паркингом. А учитывая то, что у нас сейчас практически у каждого второго машина, да, то сразу же намечается дефицит будет мест для машин, даже те, кто захотят их купить. Ну, вот. То есть, такой будет дом, как бы, в виде скобы, который будет охватывать вот угол как раз вот этой Маломосковской и Ярославской улиц. И там еще тоже закругляться будет с другой стороны, уголочек такой небольшой будет. Ну, а основной массив будет стоять вот вдоль Ярославской улицы, по которой этот дом будет числиться. А здесь стояли два дома. Две пятиэтажки, одна по Ярославской, и два, и кирпичная пятиэтажка на 120 квартир 1665 года постройки. Ну, а вторая, соответственно, пятиэтажка вот здесь стояла чуть подальше там, по Маломосковской, 15А, и она была на 60 квартир. То есть, всего было в этих вот снесенных домах 180 квартир, а будет 450. Вот, считайте, два с половиной раза примерно вырастет численность населения, да. Вот численность квартир, вот так бы, наверное, более правильно будет сказать. Ну, оно примерно численность населения, в общем-то, да, плюс-минус. Вот так вот. Итак, было 180 квартир, станет 450. Вот таким вот образом. Это вот что касается одной реновационной стройки. Да, и хотят построить этот дом здоровенный в 2026 году. Так что тут, в общем, пока еще все более-менее только-только, как видите, начинается. Это, кстати, жилой комплекс 1147 называется, который был построен на месте дорожно-механизированного управления. Еще в 2019 году здоровенный дом на 1126 квартир, да. Больше 1100 квартир 22-этажный. Да, конечно, тут сразу резко выросло количество людей в окрестностях. Ну вот, и я сейчас иду вдоль Маломосковской улицы, в сторону улицы Константинова. И вот здесь, в начале улицы Константинова, неподалеку вот от этой реновационной стройки, начали строить совсем недавно, в этом году, буквально в начале этого года, еще один реновационный дом. Вот она, видите, площадка. Тоже, можно сказать, на пересечении вот этой Маломосковской улицы, улицы Константинова. Вот стали строить еще один дом, 15-этажный. Но этот дом будет, как говорится, просто обычный плоскостной. Ну, то есть, он примерно будет повторять ту пятиэтажку, которая стояла на его месте. А это была пятиэтажка построена, тоже кирпичная, построена в 1163 году на 80 квартир, и которая была стесена в конце прошлого, 2023 года. Тоже, естественно, я его показывал. Ну, вот это, как видите, пятиэтажки просто больше нет. Скорее пространство оградили, и началась стройка нового дома. Вот. На 200 квартир 15-этажного дома, который должен тоже быть построен в 2026 году. Ну, то есть, как примерно года через два. Вот. Так что, и тут совсем еще все, если тот еще осенью снесли, то этот уже буквально где-то вот ближе к Новому Голу. Так что, совсем недавно, может сказать, его снесли, и вот уже такая вот площадка. Но если, соответственно, в пятиэтажке было 80 квартир, то в этом доме будет 200 квартир. Вот считайте. То есть, здесь особо математике не нужны познания, достаточно первого класса, чтобы понять, что, так сказать, количество квартир увеличится ровно в два с половиной раза. Ну, было 80, а станет 200. Вот, считайте, да, два с половиной раза. Ровно. Вот. То есть, и там примерно два с половиной раза в той стройке, и в этом два с половиной раза. Вот. Так что все, еще раз повторим, да, что все разговоры по поводу, там, увеличения плотности населения, там, на 30-40%, как обычно говорят власти, что там будет увеличение, конечно, да, но оно будет незначительным. Оно будет всего там, ну, процентов на 30-40%. Ну, вот. В два с половиной раза это явно не на 30-40%, а это на 250%. Понимаете? То есть, это какие там 30-40%. Это вообще совершенно, как бы, другой уровень, да, то есть, это, так сказать, космос. Ну, вот так эта площадка выглядит, этот вот дом четвертый, который тоже, кстати, попал в реновацию, но сейчас больше некуда переселять, тут только один дом построили в этом Алексеевском районе по реновации. Вот. Так что на старой Алексеевской улице, ну, и все, он уже заселен, поэтому все. А вот еще, кстати, гаражи сохранились, старые советские 60-х годов постройки, ну, и ровесники вот этих вот домов, пятиэтажных, когда дома строили для жителей, вот, строили машин-то мало у кого было, ну, вот, у кого были такие капитальные гаражи строили кирпичные. Ну, вот, в общем, короче, тут, видите, тут еще вполне фундаментная работа. До новых встреч.